Почему с 1С трудно работать аналитиком? Ну, имеется в виду, естественно, напрямую или всеми теми средствами, которые существуют. Ну, дело в том, первое, конечно, все зависит от количества записей. Если записи мало, то большая часть из этих будет работать, из замечаний, о которых я говорю. А если записей много, то фактически единственный способ, как вытащить данные из 1С, это использовать. Итак, почему же с 1С трудно работать, когда мы хотим забрать данные для того, чтобы дальше их обработать? Ну, во-первых, структура, когда мы обращаемся к самой базе 1С, она кодированная. И с кодами, ясное дело, работать сложно. Ну, и это было бы не так тяжело, потому что и к кодам можно привыкнуть, и на самом деле, там, те таблицы, с которыми мы работаем, как правило, их ограниченное количество, и реально эту кодировку можно запомнить. Но логическая структура и эти коды в 1С могут меняться. И они меняются, когда мы делаем backup или restore, и restore после этого в 1С, а могут меняться и в других всяких сервисных операциях. Поэтому написанные скрипты, которые основываются на этих кодах, то есть, ну, это не очень надежно, они могут меняться. Значит, некоторых объектов, с которыми мы работаем и которые нам необходимы, их нету в базе данных, потому что они содержатся в самой 1С, являются либо скрытыми, либо недоступными. Мы сделали так, что мы работаем с абсолютно всеми таблицами и объектами в 1С. Следующее. Наличие ссылочных, многозначных полей – это одна из самых больших проблем в 1С, когда в зависимости от того, какое поле стоит, какое значение стоит в поле, подсоединяются те или иные таблички. Мы вот эти вот все вещи пропарсиваем, и, в общем-то, после создания view все поля работают независимо друг от друга, и, в общем-то, на эту структуру можно положиться. Наличие виртуальных таблиц, которые, опять-таки, 1С применяет во многих случаях, и есть на них ссылки в метаслое, но нельзя их увидеть. Коннектор позволяет с ними работать. В базе данных, опять-таки, естественно, как и в многих базах, нет описания реляционных взаимосвязей таблиц, поэтому все взаимосвязи, если мы их вытаскиваем, необходимо будет узнавать и связывать. Коннектор с этим справляется. Итак, как же АТК BI-View работает и как он может помочь? Работа коннектора происходит следующим образом. Коннектор обращается к метаслою 1С по комп-соединению, то есть абсолютно разрешенный механизм работы из компании 1С. Оттуда мы читаем структуру, и дальше на основе этой структуры идет создание множества view, то есть SQL-представлений. Эти SQL-представления записываются не в базу данных, где расположены таблички 1С, а для этого создается отдельная база данных, в которую записываются вот эти вот views. Ну, это делается, опять-таки, по многим причинам. Прежде всего, для того, чтобы был порядок, чтобы за ними легко было смотреть и легко было осуществлять обслуживание. Эти, когда создаются view, они не только повторяют таблички, но и делают множество преобразований, которые уже впоследствии мы можем только использовать и не будем тратить время для того, чтобы с этим работать. Но, так как мы имеем доступ к метабазе 1С, то мы также можем создавать модель данных, то есть вытаскивать в биосредства не только таблички по 1, 2, 3, какие нам понравились или какие мы думаем, что нам подойдут, а вытаскиваем таблички, которые связаны в модель, тем самым экономим море времени для того, чтобы эти модели создавать внутри BI-средств. Ну, вот она схема работы представлена на экране. То есть, когда мы запускаем ATK BI-View через метаслой 1С идет доступ к метаслою, на основе этой информации создаются SQL-представления. Ну, фактически все. На этом работа ATK BI-View закончена, все подготовлено для того, чтобы комфортно и удобно работать через наши BI-средства. Посредством Power BI или других BI-механизмов мы подключаемся, то есть у всех этих средств есть подключение к Microsoft SQL или к Postgres. Через это подключение мы находим наши таблички и эти таблички вытаскиваем в модели BI-систем и там мы строим данные, объединяем с данными из других систем, объединяем с данными из Excel и так далее, то есть уже ведем полноценную работу по построению базы данных. Итак, какая же выгода при использовании BI? Ну, эти слайды для чего мы приводим, потому что наш продукт платный, чтобы было за что заплатить, надо понимать выгоду этого представления. При среднем объеме проекта экономится как минимум месяц ресурсов, то есть на самом деле мы более гарантированно подходим к тому, что проект будет завершен или еще лучше будет завершен успешным. То есть мы узнаем об этом меньше, чем через меньше на целый месяц. Что это будет для IT-отдела? То есть на самом деле снижение нагрузки, то есть на 1С. Когда мы сделаем все необходимые вью, то, ну, используя, допустим, механизм OData, данные отдаются к тем, кто их запрашивает, со скоростью 10 записей в секунду или что-то около этого. Когда мы работаем через вью, данные переходят со скоростью тысячи до 50 тысяч записей в секунду. Это значит, что нагрузка будет гораздо короче на систему и она будет короче по времени и не такая сильная. Ну и, конечно же, гораздо короче сроки реализации BI-проектов на основе 1С. Мы за свою историю сделали порядка 300 BI-проектов в разных компаниях. Ясное дело, что так как все эти проекты были в России, абсолютное большинство этих компаний используют 1С. В той или иной мере, но для подключения мы, конечно же, всегда пользуемся нашим коннектором. На каком уровне мы можем работать с данными из 1С? Но когда я передам слово Павлу, он вам поможет. То есть мы имеем три уровня, вы можете выбрать три уровня удобства для работы с 1С. Первый уровень – это базовый. На самом деле это то, что было у нас и в самых первых версиях продукта – подключение к 1С и будут созданы вью абсолютно идентичны тем таблицам, которые находятся в 1С, безо всякого преобразования. Тип 2, то есть следующий уровень – это мы его назвали расширенный. Мы создаем вью, которое делает массу преобразований, и вью, уже доступный для биосистем, лежат с необходимыми преобразованиями для того, чтобы уже не заниматься анализом, как устроено 1С, а просто брать данные и работать с ними. То есть на самом деле вот тип 2 – это, скажем так, самый широко используемый тип работы с данными. И тип 3, где мы можем попросить систему создать модель данных. Каким образом это делается? Выбирается необходимый регистр, например, регистр продаж. Система смотрит, анализирует и выбирает все таблицы, которые связаны с регистром продаж. Ну, прежде всего, конечно, это справочники, которые расшифровывают каждое поле. Но в этих справочниках есть свои справочники, у тех свои справочники и так далее. Когда мы делаем полную обвязку, допустим, регистра продаж, это порядка 200 таблиц. Конечно, ну, вряд ли все они пригодятся для каждой конкретной задачи. Поэтому в этом случае задача разработчика – это удалить те таблицы, которые он считает необходимыми. Это мы можем сделать, опять-таки, функциональностью, которая представлена в системе. Есть ли альтернативы в системе? Ну, я уже несколько раз об этом упомянул. Конечно, это REST-интерфейс, который находится внутри 1С и с использованием протокола OData. Значит, ну, во-первых, REST-интерфейс – это практически только 25% функциональности от ECO BI-View, потому что это практически только базовый уровень. Все преобразования и все соединения мы должны будем делать самостоятельно. Во-вторых, это крайне низкая скорость отдачи информации. В-третьих, так как эта OData работает по XML-протоколу, то в записи самих действенных полей, ну, там порядка 10% от длины записи, и остальное – это служебная информация, ну, которую мы должны передавать. Ну, и так далее. То есть, на самом деле, очень-очень-очень много всяких ограничений. Но он, конечно, более универсален. То есть, OData применяется и для записи, и для чтения. То есть, конечно, вот в этом дело. Но так как мы говорим сейчас только о записи, ну, конечно, в общем-то, имеет много недостатков по сравнению с нашим решением. Пару цифр в конце о нашем продукте. Разрабатываем мы его уже 10 лет. Более 450 инфобаз мы обработали с помощью нашего продукта. Довольно приличную модель либо по продажам, либо по финансам можно сделать буквально за два дня. И АТК-Би-Вью мы внимательно посчитали. Значит, суммарно помог нашим клиентам сэкономить порядка 20 лет на экстракцию данных 1С и на поддержку решения. Я закончил с первой частью, с, скажем так, генеральным докладом. Передаю слово Павлу, который покажет, как подключиться к базе 1С и после этого сделать примеры отчетов, то есть поработать с этими данными 1С-ными в системе Power BI. Паша, тебе слово. Коллеги, добрый день. Меня зовут Павел, я вам покажу сегодня, как можно работать с базой 1С и Power BI. Значит, если мы поставили перед собой задачу получить данные из 1С и закачать их в Power BI, вот у меня все подготовлено для демонстрации. У нас есть две инфобазы в 1С, это бухгалтерский учет и управление торговлей. И, например, вот я вывел в 1С одну из таблиц, которая называется продажа. Допустим, я хочу получить эту таблицу и вот эти данные в Power BI. У нас 1С может, ну, она в любом случае находится, данные лежат в какой-то из базы данных. В нашем примере у нас используется Microsoft SQL Server. И если мы подключимся к нему через Management Studio, мы увидим, что вот у нас есть две базы данных, бухгалтерский учет и управление торговлей. И в каждой из них, соответственно, есть вот эти таблицы, которые содержат какие-то наши данные. Но если мы смотрим на базу в ее чистом виде, вот как из этой базы получить вот такую вот таблицу, мне представляется совсем уж очевидным. Именно поэтому как раз и требуется без помощи дополнительных средств, например, без Power BI. На это и может уходить действительно там несколько недель на построение определенного отчета. Только для того, чтобы понять соответствие, ссылки между таблицами и так далее. Что делает наш коннектор BI View? Если мы его запускаем, у нас появляется такой вот интерфейс, где мы можем выбрать определенные настройки для подключения. Например, вот у меня сейчас забито подключение к базе бухгалтерский учет. Для этого мне потребовалось выбрать название инфобазы, название базы в 1С и создать пустую базу проекта на том же сервере SQL, где расположена основная база. То есть вот у меня есть тут две пустые базы, где сейчас нет никаких данных. У нас задача такая, чтобы во вкладке View, то есть в SQL представлении, у нас коннектор отработал и записал сюда, создал View, к которому мы будем подключаться. У меня уже сделаны готовые для управления торговлей, но сейчас я вот запущу и еще раз покажу. У меня тут во View ничего нет, View пустые. Вот я запускаю этот процесс, сначала проверяю подключение. BI View с точки зрения подключения работает по тому же принципу, что и просто 1С клиент, поэтому он подключается к 1С и подключается к Microsoft SQL серверу. После того, как он проверил подключение, он напишет, что подключение успешно, и я смогу запустить расчет. Также я могу выбрать тип проекта, по какому принципу мне строить SQL представление. То есть это, может быть, первый тип проекта базовый и второй тип проекта расширенный. И первый и второй тип проекта будут создавать SQL представление. Ну, у меня в примере будет второй тип проекта расширенный. Вот, успешное подключение, запускаю расчет. Вижу, что у меня BI View начинает… Ну, сначала он считывает метаданные, создает технические таблицы, и потом уже на основе них будет строиться целепредставление. Значит, на готовом примере, это на управлении торговлей, вот я показываю, что у нас должна быть вот такая картина, где у нас создались View с названиями таблицы, которые соответствуют названиям таблиц в 1С. И если у меня, например, в 1С вот есть таблица с продажами, я могу и здесь найти, соответственно, регистр накопления продажи. Так, регистр, регистр сейчас. Вот, регистр накопления продажи. Могу прямо здесь, допустим, вывести первую тысячу строк. И вижу, что вот таблица в SQL у меня выглядит по тому же принципу, что и в 1С. Содержит вот те же самые значения. Ну, с дополнительными полями, которые заканчиваются на ID, вот эти поля, которые заканчиваются на ID, они служат для связи между таблицами. Ну, и здесь вот, соответственно, есть вот эти вот значения по продажам, которые мы хотим загрузить. Наша основная задача, которая загрузить в Power BI. После того, как у нас BI View отработал, вот я получил вот эти SQL представления. в Power BI я могу подключиться к SQL-серверу моему. Он у нас называется BI View SQL Express. BI View SQL Express. Нажимаю подключиться и вижу свои созданные базы на этом сервере. Мы подключаемся и выкачиваем данные только из нашей базы, с которой работает BI View. Я здесь могу выбрать таблицу, которая меня интересует. Например, мне нужны гистер накопления продажи. И, например, справочники номенклатура и справочники контрагента. Я выбрал три таблицы. Загружаю данные. Тем временем у нас видите, у нас всего 1215 таблиц во второй базе данных. Сейчас отработало 175 из 1200. Вот он на данный момент строит вот эти связи и так далее. потом следующий этап начнется, будет написано создание View. Сейчас данные загружаются. Переходим в модель данных, видим, что у нас загружены три таблицы между собой. Я могу построить связи между таблицами, как это в Microsoft Power BI позволяет. То есть у меня основная таблица фактов – это регистр накопления продажи и справочники контрагента. Тут у нас есть как раз вот эти технические поля, которые связаны, которые служат для связи между таблицами контрагента.id. Здесь также есть вот продажи контрагента.id. То есть я делаю связь между вот этими двумя полями. И делаю связь между справочником номенклатуры и регистром накопления продажи по номенклатуре.id. Соответственно, перетаскиваю вот так. И теперь мы можем уже строить на основе вот этих двух таблиц, допустим, какие-то диаграммы и строить отчетность. Например, я хочу построить барчарт. Ну, он самый простой. Где я выведу столбик, в котором будет отображаться сумма продаж по годам. Выбираю поля из регистра накопления продажи. Вот. В данной таблице у нас есть период, который мы можем использовать. Причем Power BI нам построит сразу и drilldown. И в качестве меры мы будем настроить продажи стоимости. с последним столбиком мы можем вывести продажи стоимости без скидок. И вывести, допустим, два фильтра, в котором будет в одном из них номенклатура и во втором контрагент. Это, соответственно, из двух таблиц. контрагенты наименования. Ну, допустим, наименование обычное. И еще один номенклатура. Это есть таблица с номенклатурой. Номенклатура наименования. Вот. Ну, то есть у нас просто не так много данных в 1С. То есть у нас есть за один год проваливаясь ниже. Допустим, я хочу провалиться помесячно и выводить, ну, фильтровать уже данные по какому-либо контрагенту, фильтровать данные по номенклатуре, кто как продавал, за какие даты. Если ниже еще мы спустимся, да, вот можем еще ниже спуститься там вплоть до дня и так далее. То есть это самый простой пример. Мы уже получили данные в Power BI из 1С. То есть мы это сделали буквально там потребовалось на это 5 минут. Ну, если уже не считать само время расчет. Поэтому мне даже не потребовалось там понимать, какие наименования, какой технические таблицы вот в оригинале 1С, да, если бы я хотел так сделать. Мне просто нужно знать, какие таблицы мне нужны, и я, исходя из этого, уже могу их загружать в Power BI прямо из SQL-сервера. Соответственно, тут еще у SQL-представлений есть плюс в том, что это же по сути ссылки, так что они обновляются вместе с таблицами в 1С. То есть нам запуск расчета BI-View нужно сделать только один раз, и следующий запуск потребуется только в случае изменения конфигурации 1С, да, допустим, добавления новой таблицы или изменения состава полей. Пока вот этого изменения нету, мы в BI-View можем даже не заходить. У нас SQL-представления и данные там будут автоматически обновляться, то есть мы каждый раз запуская перезагрузку данных будем получать свежие данные из 1С. Если у вас добавились данные в 1С, то при перезагрузке Power BI вы получите эти данные уже в самой программе без расчета самого BI-View. Вот немножко дольше, чем я думал обрабатываться. Поэтому пока еще не могу вам показать, но как только обработка дойдет, во второй базе появятся точно такие же SQL-представления, как в управлении торговли. Соответственно, вот каждая из этих баз это отдельная инфобаза, поэтому как раз версия коннектора, версия тип лицензии влияет на то, с каким инфобазом вы можете подключаться. Моя лицензия позволила подключиться к двум инфобазам. Если у меня было бы четыре, я уже не смог бы допустим с этой инфобазой. У нас есть примеры, где у клиентов по 20 инфобаз, по 40 инфобаз. У нас на это есть безлимитные лицензии. И есть еще тип проекта 3, это создание модели данных. Если запустить тип проекта 3, то выбирая сам регистр, какой вас интересует, BI-View еще подскажет непосредственно какие таблицы относятся к этому регистру. И допишет префикс перед названием таблицы, и вы можете вообще не задумываясь о том, какой набор таблиц вам загружать, просто загрузить все по префиксу. Но конечно по best practice это то, что вы должны знать, из каких таблиц вы хотите свой проект построить. Все свои данные BI-View сохраняет в папку проекта, которая указана в поле проекта, в этой папке лежат все данные, которые используются в BI-View, то есть данные по настройкам, и плюс еще логи, которые пишутся во время подключения, во время расчета, и пишутся также скрипты, которые создали SQL-представление, то есть вот у меня есть тут два файла, скрипт 1 и level 2, level 1 и level 2, то есть это скрипт, соответствующий уровню проекта. То есть у меня тип проекта 2, вот я вижу, что у меня тут вот такие вот скрипты использовались, и в целом, то есть я могу прямо брать и копировать эти SQL-скрипты и выполнять их в качестве, ну просто выполнять скрипты, то есть не загружать готовые SQL-представления, а выполнять скрипты. Вот тут то есть прописано, что загружаются вот эти технические наманевания из таблиц продуктового сервера, там делается смещение дат на 2000 и выполняются labjoiny из различных там справочников, как раз вот подтягивания по полям ID, полей с наименованиями, ну в читаемом виде, то есть изначально они везде лежат там в 16-ричном формате, по вот этим ID-шникам мы можем выполнять вот эти labjoiny и притягивать и записывать в данной таблице уже вот эти читаемые названия, да, то есть не видеть ни номенклатура ID, поле, которое нам ничего не скажет, да, где там 16-ричный, так вот сейчас покажу, то есть допустим вот у нас там есть продажа ID, по вот этому коду, конечно, не совсем понятно, но это вот такая вот запись используется для ссылок внутри базы 1С, ну и по вот этим вот кодам подтягиваются уже нормальные значения читаемые, которые привычны вам и которые вы видите как раз непосредственно в самом 1С, и если вдруг у вас какой-то сбой произошел, VIEVU также пишет сами логи, где можно посмотреть ход выполнения расчета, да, то есть вот подключение, какие параметры использовались, какие-то таблицы были пропущены, сколько у нас всего загружено таблиц, сколько у нас созданных SQL представлений и сколько каждого типа SQL представлений сделано, ну если будет какая-то ошибка, то будет написано, что произошла ошибка такая, то во столько-то, ну и код ошибки, если вы сразу не можете понять, вы можете просто прислать к нам на поддержку и мы поможем разобраться, в чем может быть причина. так, вот практически закончилось, соответственно, ну вот эти вот все настройки также они прописаны в папке проекта, то есть если вы переключаетесь вот здесь вот между проектами, у вас все значения, которые прописаны в начальном экране, будут подтягиваться, все вот эти значения находятся в файле, который называется такая bi-view.ini, здесь можно включить, там выключать дополнительные параметры, ну, допустим, включать расширенное логирование, там, дебаг, левел и так далее, но это мы уже, ну, если служба поддержки попросит так сделать, то сделайте, если нет, то лучше не стоит лезть в конфигурационные файлы, потому что можно испортить. Если у вас папка проекта, ну, если у вас тип лицензии на одну инфобазу, у вас папка проекта находится строго в папке программ-дата, в корне диска C, в папке программ-дата, если у вас тип лицензии на две и больше инфобаз, то вы можете задавать вот это вот место, где будут храниться ваши конфигурационные файлы, ну, это сделано для удобства. Отдельно отмечу в том, что лицензия строго привязана к определенному компьютеру, каждый лицензионный ключ. Когда вы запускаете программу у себя на компьютере, у вас появляется возможность сгенерировать код запроса, код запроса позволяет сгенерировать лицензионный ключ для BI-View. Вот этот код запроса генерируется строго на тот компьютер, с которого у вас запущен BI-View. То есть, если вы планируете использовать, ну, допустим, вы скачали триальную версию, BI-View установили, протестировали, у вас все устроило, но потом на продакшене уже вы переносите на другой компьютер, соответственно, и лицензию уже постоянной вам необходимо будет запрашивать именно с того компьютера, где всегда будет работать ваш BI-View. Я говорю это к тому, что часто бывает, что вы, допустим, получили лицензионный ключ, потом у вас что-то произошло, BI-View захотели перенести на другой компьютер, вот с этим же лицензионным ключом у вас это сделать не получится. У вас лицензионный ключ строго привязан к компьютеру, с которого вы запускали именно выполняли код запроса для лицензионного ключа. Ну, конечно, экстренные ситуации всегда бывают, но мы всегда идем навстречу в этом плане, поэтому мы очень клиент ориентированы в этом вопросе. Так, вот я вижу, что уже у нас пошло создание SQL-представления наконец, но это уже процесс намного быстрее пойдет, сейчас мы все-таки ждемся выполнения. часто спрашивают, можно ли работать, если у вас, например, два сервера 1С расположены в разных местах, можно ли вам работать с одного BI-B. Ответ такой, что тут не имеет значения, где у вас расположены сервера 1С, главное, чтобы с компьютера, как и с обычного 1С клиента, вы смогли подключиться к этим серверам, именно с компьютера, где установлен BI-View, если у вас как будто вы подключаетесь из 1С клиента, вы можете с этого компьютера подключиться к обоим серверам, соответственно, и BI-View сможете подключиться к обоим серверам, тут дело только, опять же, в типе лицензии, если у вас две инфобазы, можете к двум инфобазам подключиться, и так далее, то есть это ограничение не на количество серверов, а на количество именно инфобаз. Ну и поэтому также сам BI-View не обязательно ставить прямо на том же сервере, где у вас 1С, или на тот же сервер, где сервер SQL находится, то есть BI-View можно ставить просто на компьютер, который имеет доступ к 1С, это может быть абсолютно любой, и там даже тот же самый ноутбук, если у вас такая необходимость, то есть не принципиально, куда вы установите, главное, чтобы было соединение между вашим компьютером и сервером 11. Вот, BI-View сделал расчет, мы это делали для базы бухгалтерский учет, так, сейчас я обновлю, вот они появились для второй инфобазы у меня таблиц, то есть точно так же теперь даже в тот же самый проект Power BI, в то же самое приложение я могу одновременно загрузить данные и из второй инфобазы, если у меня такая необходимость, если там нужно сделать отчет о, ну, допустим, два отчета на два сервера, 1С, мы можем это сделать, если нужно сделать один отчет, который будет и для, допустим, бухгалтерского учета, и для управления торговлей, мы можем это сделать в одном документе, да, то есть тут же можно просто добавить таблицы, подключиться к второму серверу и загрузить туда же дополнительно еще и данные из второго сервера, 1С, да, и там аналитику проводить, там сделать общий календарь, допустим, и делать аналитику по годам по двум разным базам 1С. Вот, я думаю, что больше показать я не смогу ничего такого, что вы бы не видели, то есть сама задача была подключиться, загрузить данные в Power BI, мы это сделали, у нас это заняло действительно 5 минут. так, давайте сейчас посмотрю по вопросам, Алексей спрашивал, где коннектор хранит базу данных, модели данных. Коннектор сам по себе ничего нигде не хранит, BI-View не генерирует каких-то новых чисел, данных, делают только SQL-представление на уже существующей таблице. Соответственно, все данные, которые мы используем, все вьюхи, которые сделал BI-View, должны находиться на том же сервере SQL, где у вас хранится ваша база данных 1С. То есть нельзя сделать это на другом сервере, на том же сервере, потому что у нас параметр сервера SQL, он один, то есть мы его указали для 1С, и этот же сервер используется для базы данных проектов. И базу данных проектов вы просто создаете новую, делаете для пользователя, который подключается к SQL, делаете его админом в базе данных проекта, но вот этот пользователь, который подключается к SQL, должен в боевой базе иметь право только на чтение, чтобы ничего туда не записать. То есть у нас в базе данных 1С, BI-View 8.3, это вот эта база данных, база BI-8.3, вот к этой базе данных наш пользователь имеет право только на чтение, а на вторую базу, куда он записывает SQL-PSS, соответственно, полные права, права администратора или ООН. Вот, соответственно, вот здесь данные, ну, как бы данные не хранятся, там SQL-представление, да, это просто ссылка на боевую базу. Прямой, так, следующий вопрос тоже от Алексея, есть прямое подключение к базе данных, ну, как бы напрямую подключаться к базе данных, на трансформацию. Ну, да, как бы данные-то вы можете скачать, да, вот, вы можете выкачать вот эти вот данные, там, таблицу ACUM-RG-CNG-R72-98, а потом думать, что это за таблица такая, да, собирать связи, пожалуйста, как бы мы не против. Мы, мы, наоборот, уже сделали всю работу за вас. Вот, альтернатива только медленнее. Ну, раскроете магию парсинга конфе 1С, не могу. Четыре инфобазы, десять пользователей, цена 124 тысячи рублей. Ну, да. От пользователей не зависит. От пользователей не важно, сколько. Только четыре инфобазы, тут ограничения у нас по инфобазам. Одна, две, три и четыре больше. У нас три типа лицензии. Одна, одна, две, три и четыре больше. Пользователь не важно, потому что пользователь у вас 1С1, вот, вы его указываете в параметрах подключения. Соответственно, в 1С, вот этот пользователь тоже, как бы, администратором должен быть, чтобы он мог зайти в конфигуратор. Вот, поэтому на каждую инфобазу один пользователь, ну, точнее, на каждую серверу 1С, да, который привязан к каждой инфобазе. Какая версия Power BI нужна, чтобы на сервере можно было делать обновление два раза в день? Рами спросил. Любая. Это не зависит от версии. Тут сам процесс, перезагруз, сам процесс подключения к данным от версии не зависит. Тем более, если вы какая нужна версия для того, чтобы делать там какое количество апдейтов. Смотрите, база данных дает возможность АТК BI View дает возможность подсоединиться. Теперь, какая периодичность зависит от того продукта, который подсоединится к этим View и будет работать. Там дальше будут вопросы. Работает ли продукт только на Power BI? Да, в общем, конечно, нет, потому что к тем View, которые созданы, может подключиться и клик, и табло, и Power BI, и SQL сервер, и tabular мода, и multidimensional мода, и множество других баз данных, postgre и так далее, которые будут после этого использовать информацию. Так вот, сколько раз они будут обращаться через эти View к базе данных, к 1С, это зависит от этих продуктов и от тех разрешений администрации 1С, которая разрешит вам обращаться к этим базам данных. при изменении чего-то в базе данных 1С, как коннектор подправляет модель данных? при изменении чего-то, то есть если изменились кодировки, а как правило, это основная часть изменений, надо просто перезапустить 1С, нажать, не 1С, а коннектор, нажать клавишу внизу, рассчитать SQL представления, и SQL представления будут пересчитаны, при этом в BI-системах или в хранилищах данных никаких изменений делать не надо. Но опять-таки чего-либо это может быть, добавление новых полей, добавление новых таблиц и так далее. Тут, конечно, надо уже изменять модель и смотреть, нужны ли эти таблицы, если нужно включать модель, если не нужны, то делать ничего и не надо. Как насчет Postgres? Алексей спросил. Да, коннектор работает с Microsoft SQL и с Postgres, то есть с одной из этих двух баз данных. Подскажите, общий смысл заключается в проброзе всех возможных запросов через SQL профайлер и построение views. Да, это общий смысл. Просьба также для примера показать код какой-нибудь view. Там скрипты мы показывали. Ну, вот он, вот Павел открыл, вот код какой-нибудь view. Это код какой-нибудь view, который был создан автоматически. Но на самом деле скачайте еще раз пробную версию, получите у нас ключ и вот эти вот все view вы сможете посмотреть. Смотреть можно в нескольких местах. Вот сейчас Павел показывает вам, открыл окошко через АТК view. Но то же самое, если у вас будет доступ в SQL, вы можете там найти эту view, открыть и посмотреть. есть возможность записать обработку таблиц в SILENTA. Да, возможно. Да, это возможно. Покажите в действии тип 3 и получение данных из хозрасчетного регистра бухгалтерии. И еще, как обрабатываете перечисления. Ну, смотрите, Константин, это вопрос, понятно, что мы это можем сейчас показать, но когда мы говорим о хозрасчетной регистр бухгалтерии, тут нам тип 3 не нужен, потому что мы типом 2 модифицируем хозрасчетный регистр бухгалтерии так, что он уже пригоден для работы из Power BI, ClickView и так далее. То есть вы создаете view и дальше вы смотрите преобразованное view по хозрасчетному регистру и дальше вы на него уже можете построить много отчетов. Хотя, конечно, дальше вы можете запустить регистр тип 3 и подключить все необходимые справочники. Готовы с вами на этот вопрос поговорить? Позвоните, напишите. режим инкрементальной загрузки реализован на стороне SQLBD. Совершенно правильно. Значит, ну, не совсем на стороне SQLBD, то есть, ну, смотрите, режим инкрементальной загрузки реализован не для всех баз данных и не для всех типов пользователей информации. Посмотрите в описании, там есть список, то есть, какой, какая база данных и какая BI-система должны быть для того, чтобы инкрементальная загрузка работала. Но, конечно, мы тут ничего не придумали, а используем функциональность SQL, Microsoft SQL. То есть, на самом деле, если у вас база данных на Postgres инкрементальная загрузка работать не будет. Тип подключения имеет значение? Будет работать через VIP Net. Тип подключения, я не совсем понимаю, что к чему. Через клиент 1С, если вы можете подключиться, то это то же самое. Если вы через клиента 1С, клиент 1С может подключиться через VIP Net, значит, и это KBI-View сможет подключиться через этот тип подключения. Можно ли положить боевую базу через ваш коннектор? Наспор или как? Конечно, нельзя положить. Опять-таки, смотрите, через ваш коннектор. Еще раз, сам коннектор однозначно не положит никакой базы, потому что он к данным обращения у него нету, он только создал View. Как вы дальше этими View будете пользоваться, это уже вопрос другой, но сам ATK-BI-View базу ни при каких условиях положить не может, потому что никаких обращений и чтений из базы не происходит. Насколько я понимаю, запросы в Power BI будут выполнены в боевой базе, пусть и через ваш коннектор. Запросы в Power BI будут выполнены, но Power BI да, надо писать такие запросы, во-первых, чтобы они имели разумное время выполнения, во-вторых, вы однозначно должны получить время доступа от системной администрации, вы же не можете подключаться, когда вам захочется, и так далее, но это больше административные вопросы, которые к коннектору не имеют никакого отношения, а, и б, какое бы средство вы бы не использовали, они вопросы останутся абсолютно те же самые. Продемонстрируйте тип 3, а именно сопоставление полей. А именно сопоставление полей. ну, что-то там можно запустить тип 3, посмотреть, что там есть. Вот, да, смотрите, для типа 3, еще важно, нужно заполнить идентификатор этого представления, и дальше запустить расчет. он происходит принципиально быстрее, потому что уже обращение к самому 1С не происходит, идет только обращение к тем вью, которые уже были созданы у нас, видите, на типе 2. то есть на самом деле вот мы прогнали подготовку типа 3 на основе регистра продаж. Значит, теперь, если мы зайдем в SQL и возьмем с этим префиксом таблички, вот те таблички, которые есть и которые имеют вот все уже, да, которые есть и которые имеют возможность или необходимость для соединения. То есть именно эти таблицы и войдут в модель данных по Тику-3. Как коннектор обрабатывает уровни иерархии в справочнике? Значит, ну, на самом деле иерархию справочников, давайте на этот вопрос, то есть понятно, тут много можно говорить, иерархию обрабатывает в полном виде, то есть на 100% и дальше этой иерархии можно пользоваться абсолютно в полном объеме в биосредстве. Обратитесь для более подробной информации к нам. В удаленном филиале сделали восстановление с бэкап, нужно запускать коннектор, так как вы говорили при восстановлении названия таблиц меняется. Если тут вопрос такой, из какого, какими средствами делается бэкап? Если сделался бэкап и рестор средствами 1С, то да, коннектор надо перезапустить, потому что эти коды могут поменяться. Как да, но никаких скриптов вам менять не надо, вот в чем дело. То есть все скрипты, которые вы написали в Power BI, все они останутся, их менять не надо. Или в анализе сервисов. Как реализовано запланировано обновление данных? Есть какие-то лимиты в сутках? Еще раз, лимиты данных будут действовать для Power BI, а для АТК BI никаких лимитов нету, потому что он сам данные не забирает, через него только идет подключение. Если у нас система 1С сильно адаптирована, ваш коннектор все равно автоматом сопоставит таблицы BD нашим доработанным сущностям. Абсолютно правильно. Какая конфигурация мы не знаем и работаем с любой конфигурацией. Если вы при разработке использовали полные механизмы 1С, то не механизмы полные работали по правилам 1С, то какая у вас конфигурация была, получилась, используете вообще не принципиально. С любой конфигурацией АТК BI отработает. На BI строятся индексы, значит к базам обращений нет никаких и никаких ну во-первых индексы где? В базе 1С нет конечно, то есть еще раз к базе 1С никаких обращений нету и там ничего не строится. А все-таки какие значения перечислений во Vue выводятся? Вообще-то выводятся все значения перечислений, но обратитесь к нам давайте этот вопрос более подробно обсудим с перечислением АТК BI работает. У нас сейчас все значения в перечислениях есть несколько видов перечисления там комментарии еще какие-то у нас сейчас в последней версии BI есть параметр вот как раз в сеттинг файле где вы можете выбирать какие именно значения перечисления будут выводиться то есть есть возможность выводить любой на ваш выбор все больше нет вопросов еще вопрос о наконец-то дождались вопрос про лицензионный договор лицензионный договор запрещает прямой доступ к базам использование коннектора ничего не меняет или правовой статус считывания из данных меняется ну на самом деле вопрос такой здесь очень открытый и естественно я лично много раз читал лицензионный договор 1С и разговаривали мы с самим 1С и так далее то есть на самом деле вот такого значения прямой доступ к данным в общем-то в лицензионном договоре нет вот нельзя строить системы на основе 1С недокументированными способами и так далее то есть но вот так вот что нельзя строить вью в соседней базе от базы 1С такого запрета нет а это именно то что мы делаем дальше следующий вопрос как брать данные ну это уже то есть кто будет брать данные это уже как бы так задача того продукта следующего который будет этими вью пользоваться но тут еще следующий вопрос что важнее шашечки или ехать то есть на самом деле есть лицензионный договор а есть задачи которые нужно решать ну значит мы предлагаем прежде всего сосредоточиться на решении задач как происходит обновление релизов АТК BI View это оно происходит так что вы скачиваете новый дистрибутив и просто его переустанавливаете как я понимаю запросы из разряда представления ссылок регистратор или договор номер все равно придется перерабатывать под запрос вида SQL запросы из разряда представления ссылки регистратора или договор номер да нет перерабатывать не надо то есть эти запросы будут подготовлены в АТК BI View покупка лицензии включает годовое обслуживание а дальше как дальше как лицензия у вас остается навсегда но если у вас не будет годового обслуживания вы не будете получать новой разработки то есть новой версии новой разработки а этим продуктом требуется ли запускать перерасчет View после установки обновления на 1С ну в общем-то требуется да да требуется и что будет если мы после расчета View добавляем дополнительные условия в само View после перерасчета они пропадут и все вернется к исходному коду View значит в View мы не изменяем дополнительных преобразований не делаем то есть если нужны какие-то дополнительные преобразования это нужно делать в потребителях информации в базах данных или в биосистемах в базах данных отдельных или в базах данных биосистем так скажем поэтому с этим-то вопросов не будет мы никаких данных не храним в коннекторе все что мы делаем записывается в виде View и дальше уже все преобразования идут дальше подключение коннектора 1С через ком-объект да подключение к 1С ведется через ком-объект если необходимо самостоятельно реализовать инкрементальную выгрузку генерируется ли поля во View с временными метками по изменению View только позволяет доступ организовать доступ к системе во View ничего не генерируется если инкрементальную загрузку делаете сами воспользуйтесь функциональностью баз данных систем приемщиков то есть это можно организовать в Power BI в ClickView в Microsoft SQL и так далее сколько стоит продление обслуживания значит 20% от стоимости если стоимость 124 тысячи у нас стоит в прайс-листе это значит 100 тысяч это сама лицензия плюс 20 тысяч это 20% от стоимости лицензии это годовая поддержка и плюс 4 тысячи это МДС с годовой поддержки так сформировали 124 тысячи то же самое абсолютно и по другим видам на одного клиента это 50 тысяч плюс годовая поддержка на интерпрайз версию 200 тысяч плюс годовая поддержка если в 1С помимо стандартных сущностей были реализованы кастомные сущности то как они отобразятся в Atacabia View если в 1С кастомные сущности вы записали через метаслой 1С то есть через информационную базу 1С то они отобразятся как и все остальные сущности еще раз для нас вопросов нет мы читаем весь метаслой то есть главное вот мы видели инсталляции где функциональность в 1С ну реализуется не по стандартам 1С с помощью SQL средств и так далее вот они конечно не попадут напрямую автоматически в Atacabia View если вы разработку ведете через метаслой все попадет в Atacabia View ну большое спасибо база вопроса можно ли в модели BIU настроить собственное представление чтобы оно автоматически создавалось при перерасчете например на базе не можно создавать представление автоматически создавалось ну нет таких вещей нет но насколько я понимаю тут чтобы не было подмены понятия надо это подумать серьезно скорее всего вы говорите о функциональности хранилищ данных в BI-системах или без BI-системы скорее всего это там нужно делать вот такие вот уже преобразования готовы поговорить и готовы помочь разобраться с этим коллеги уже говорят спасибо большое спасибо вам всем кто подключился значит разрешите предложить вам следующий следующий план действий немедленно категорически предлагаю всем скачать все-таки продукт запросить у нас ключи и попробовать по возникшим вопросам конечно обращайтесь к нам по телефону по горячей линии консалт собачка АТК СИДЖИРУ ну или там по другим известным каналам мы разрешите каждого из вас обзвоним в ближайшие дни для того чтобы ну на основе ваших замечаний улучшить следующее мероприятие и уже точно рассказать ответить на все ваши вопросы чтобы было точно понятно ну естественно мы хотим чтобы вы поняли что продукт надо купить и немедленно и и наметим дальнейшие шаги если БД реплицируется по локшит все ли будет работать ну смотрите мы передали данные и вы их забрали в базу данных насколько я понял ваш вопрос значит опять-таки никаких специальных вещей мы здесь не добавляем то есть если у вас репликация настроена на это изменение то наш продукт или наши действия ни при чем вы делаете запросы вы делаете запросы ну к ETL средству и один из источников для ETL средства это АТК Биовью то есть никаких никаких изменений в связи с тем что вы будете использовать АТК Биовью в вашей работе не будет ну все большое спасибо если забыли что-то спросить пишите звоните будем дальше коммуницировать с вами спасибо огромное до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...